МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Срубки почистили уже. И вот посмотрите, как они подрубают. И вот так же или ветром, или кто-нибудь нечаянно, кто не видит, облокотиться. И вот оно повалилось все на памятники и на все. На памятники, скамейки и даже оградки. Ничего под тяжестью деревьев не может устоять. Вмятины возле захоронений жители заметили в родительский день. Выяснить, кто сотворил такое и кому это придется восстанавливать, решили незамедлительно. Заходили на кладбище к начальнику, ну, градского кладбища, он там уже новый, ничего не знает, глазками хлопает. Ну вот, говорит, приезжали, эти вот обслуживают, как высоковольтные провода. То есть вот они тут творились. По правилам, как сообщили женщинам, в 20 метрах от проводов не должно быть деревьев. Но жители подозревают, здесь есть и коммерческая составляющая. Ведь под топор пошли здоровые деревья. И не только возле проводов. Обычно, ну, вот, все рубят ветки, которые касаются проводов, и все. А вот последние два года сначала просто завалили тут нам деревьями все. А в этом году еще лучше. Деревьев нет, так зато все переломано. Два года назад женщины уже жаловались во все инстанции. Тогда выяснилось, вырубка деревьев не согласована со службой городских кладбищ. А значит, и о наваленном мусоре они тоже якобы не знали. В полиции Жекурчатовского района предлагают недовольным жителям обращаться в суд, чтобы восстанавливать разрушенное не за свой счет. Галина Федорченко, Виталий Доронин, СТС, Челябинск.